Привет, ребят. Скажите, пожалуйста, что не только моя комната выглядит настолько... плохо. Вы увидите ужасный срач. Ладно, мы поняли, что всё не иронично плохо. Ничего я не могу сказать в своё оправдание, поэтому я не буду оправдываться. Этот кофе страшно пить. Кажется, что там уже образовалась какая-то мутная гниль. Но это вроде сегодняшний. За моё здоровье. Нет, это плохо. В инстаграме я просила помощи. Любые лайфхаки из тиктока, неважно, пожалуйста, море лайфхаки очень нужны. Большая часть людей мне сказали, что мне уже ничего не поможет. Мне поможет только клининг, и это правда. Тяжело об этом говорить. Не хочу никого пугать, но всё-таки напугаю. После того инцидент, как один знакомый мне человек спалил, как люди из клининга меряют трусы... Да, хозяин, хаты... И я не пользуюсь услугами клининга ни при каких обстоятельствах. Потому что, ну скажем так, у меня трусы везде валяются. Если тот захочет их примерить, в принципе, не нужно будет даже открывать комод. Кастомный комод. Класс. Поэтому у меня нет клининга. Поэтому у меня так грязно. Поэтому будем следовать лайфхакам из тиктока, потому что мы не хотим, чтобы никто другой носил наши трусы. Способ номер один, всем известный лайфхак с распределением мусора по цветам. Способ номер два, убирать разные части своего жилища по 15 минут, ставя таймер. Способ номер три, написать себе список, чтобы наверняка ничего не забыть. Начнем с написания списка, мы пойдем с конца. В общем, я долго писала и составила список. А еще куча людей сказали купить робот-пылесос, поэтому я изучила отзывы и заказала его. Кстати, еще задница в том, что у меня есть кот. Из-за кота очень много шерсти, он сейчас линяет. Чтобы вы понимали, насколько много шерсти, ее настолько... Боже, это просто невыносимо. Почему, почему от кота столько шерсти? Это капец. Извини, Елена, но придется тебя еще чесать. Почему у котов столько шерсти? Как хорошо, что сейчас сюда пущу робот-пылесос, потому что я просто не представляю, в каком здесь все. состоянии. Вот, все. Ты свободен. Ты можешь идти. Блин. Все. О, нет. Ладно. Робот-пылесос настало твое время. Мне пылесос привезли, надо открыть сейчас. Ани, что это? За что? Что я тебе сделала? Что ты, пылесос? Анбоксинга пылесоса на моем канале еще не было. Я пока вам ничего не буду говорить, почему я выбрала именно этот робот-пылесос, но когда вы увидите, как он выглядит, что там внутри, вы сразу поймете. Доверь, как ты думаешь, почему я выбрала именно этот робот-пылесос? Потому что он робот-пылесос? Нет. Тогда я не знаю. Все ли вам стало понятно или все еще нет? Он белый с оранжевым. Нет, конечно, я выбрала его не только потому, что он белый с оранжевым. Я еще технические характеристики его забычитала. Что? Это правда? Да-да, сейчас ты затестируешь робот-пылесос. Мечтаю увидеть реакцию кота, когда мы его включим. База, что ли? Да, прикинь, у него такая маленькая база. Офигеть, она маленькая. Ну да, она реально очень маленькая. И у него еще, смотри, есть вот такая функция. Что, фильтр? Ну, как ты думаешь? Блин, они... А-а-а, это этот, тряпка толовая. Да, то есть он, типа, не просто сосел пыль, он еще и делает влажную горку. Ну, то есть он реально не только белый-оранжевый, как мне нравится, там, и черный, естественно, есть. Но, типа, меня вот это вот очень сильно забавило, потому что он буквально будет мыть полы. Я, честно, типа, видела, что у него есть хорошие отзывы, и он, мне кажется, очень прикольный. Хочу сейчас включить и посмотреть. Да, выглядит он, конечно, офигенский. Так, установка, вот, это то, что нам нужно. Торетка. Класс, ну ладно, пусть заряжается. Он русскоговорящий. Офигеть. Как его зовут? Видно, его зовут Аробарок. И я в восторге. Почему я испытываю столько радости от пылесоса? Отвечая на вопрос, что это вообще за пылесосы, это Аробарок С7. Новейший флагманский робот-пылесос Аробарок, в котором реализовано большинство лучших решений, которые доступны в мире роботу-пылесосов. Он очень мощный и очень умный, и у него есть функция влажной уборки. О, смотри, он спустился с ковра. Да, у него там есть лидар, я прочитал. Он, короче, когда видит ковер, он поднимается и опускается. А, прикольно. И, кстати говоря, на ковре он, короче, не моет полы. То есть у него вот эта тряпочка, когда он заезжает на ковер, он понимает, что это ковер, и прекращает тряпочку проводить. Прикольно. То есть он моет только полы. Пробую лайфхаки для уборки. Понимаете, все дошло до такой степени, что мне тупо даже не стыдно вам все это показывать, потому что я буквально... Ну, это настолько плохо, что даже не стыдно уже. Ну... В одном из лайфхаков было сказано, что когда ты идешь убирать свою комнату, тебе нужно заранее принести сюда мусорный пакет и всякие уборочные приблуды. Вы же, блин, не думаете, что только в моей комнате так насрано? Во всех остальных комнатах у меня тоже насрано. Шаг номер один. Выбрасывайте все зеленое и синее, но не ваш зеленый мусорный пакет, если он зелен, как свесенняя трава. Завожу будильник на 15 минут. Люди говорят, что нельзя убираться более 15 минут. Начинать с убирать ничего зеленого или зеленого. Если у меня коробка с мусором, я могу ее сразу выбросить, потому что там есть голубо-синий. Я очень надеюсь, что никто за это меня не отсудит. Мне так нравится эта книга зачарованных. Тут была рассылка, но она мне не нужна. Кажется, что это будет очень грустное видео. Надо пить много воды. Вроде не испорчено. Здесь у меня лежит куча косметики на обзор. Ладно, мы ее тоже убираем. Ну, в плане, очевидно, я ее не выбрасываю, я просто ее убираю. Ой, а тут тоже дофига голубой косметики. Ну, положу в эту коробку. У меня еще 7 минут. Так, тут была точно какая-то зеленая еда. И нет, она не была просроченной. Ну что, ты куда? Я закончила с зеленым и с голубым. Следующий этап. Собери любых 10 вещей. Next, pick up 10 things. Like, literally, just any 10 things. Здесь еще надо раз. Очевидно, что нужно собрать все вещи от Катрис в этот обратный адвент календарь. И когда я буду доделывать видос, уже их взять. И четыре. Все, он полон, нас за другой. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Это не халтура. Физически невозможно убрать вот то, что там вообще сейчас происходит. Отдельное видео нужно. Следующий этап. Нужно убрать одежду, обувь и бумагу. Тупые шутки, но бумаги и так уже давно нет. Боже, я просто чуть не обосралась от этого звука. Надеюсь, вы это слышали. 15 минут прошло. В принципе, за 15 минут сделали уже много. Отдыхаю. 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 В общем, я умылась, ну, а потом пошла дальше убираться. Ну, реально, смотрите, становится уже лучше. Я отдохнула, продолжаю финальную уборку. И снова 15 минут. К этому тоже выносим. В целом, с одеждой оказалось достаточно просто. Нужно было тупо собрать все вещи, которые у меня валялись на полу. Лол по всей квартире. Лол кек, да, тоже никто не говорит таким образом. И развесить на свои места. Ну, я развесила их на свои места и нашла кучу нового хлама. Типа вот это. Иногда можно найти такие вещи. Да, помню я этот костюм с распаковки с Алиэкспресса. Потрясающий костюм был. Нет. И почему я до сих пор вообще его не выбросил? Кстати говоря, даже 15 минут еще не прошло. Я уже убралась своей... Боже, 15 минут могут длиться так долго. Вы себе даже не представляете. Еще целых полтора минуты. Ладно, оставлю кофь сюда. Давайте еще что-нибудь уберем. Я, как обычно, сверхразум супер в мозг убралась, притащила робот-пылесос. Он там вот где-то стоит. И решила хотя бы открыть по нему туториал, чтобы понимать, как влажную уборку-то делать. Короче, здесь написано, оказывается, что он еще работает при помощи Яндекса Алисы. Так, сейчас быстро все это установлю и вернусь. Вот интересно, какой, смотрите, как пылесос в пылесосе. Если вы вдруг заметили вот эту деревянную штуку на робот-пылесосе, то это не просто так. Все было ради вот этих вот кадров. Мне было интересно посмотреть, как видит пылесос. Да, все очень плохо. Алиса, включи пылесос. Включай. Начинаю уборку. Алиса, включи низкую скорость вентиляции на пылесосе. О, он реально стал медленнее. Блин, так он ушел, вы не видите. Короче, это работает. Я думала, что нет, ну да. В моем Roborock S7 можно настроить параметры уборки для любой комнаты в квартире или в доме. И помимо настройки влажной или сухой уборки, для каждой из комнат отдельно настраивается мощность всасывания, а также количество проходов пылесоса по комнате. Например, для кухни можно поставить там не одну проходку, а несколько, а для комнат, в которой он сейчас стоял, можно поставить там 4, потому что там совсем прям у меня беда. А я тем временем решила убраться на кухне, пока пылесос в пылесосную комнату. Но, тем не менее, я хочу похвалиться тем, что здесь хотя бы уже чисто. Но все еще больше всего мне доставляют чистые полы и робот-пылесос. Слушайте, эта тактика, на удивление, действительно работает и работает лучше, чем я рассчитывала, потому что, ну, у меня типа там еще 8 минут осталось, а я, в принципе, все убрала. Теперь мне остается только убрать мои полки. А потом я решила убраться на кухне, потому что тоже здесь дофигища всего. Страшно просто представить, насколько грязные сейчас полы. Здесь вообще все очень грязно. Ну что ж, стало чисто, и кажется, что все так красиво. Осталось только добавить уюта. И еще больше уюта. И еще больше уюта. Во! Уют! Ну, казалось бы, что еще на такого уюту надо? Наверное, картинка выглядит красивой. Да твою мать. Наверное, картинка все еще выглядит красивой. Нет. 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 Да! Год истеривает робот-пылесос эффект мойка. Юмкость для воды изувлечена. Спасибо. Спасибо. Юмкость для воды установлена. Снимаю. Установлено крепление ткани для влажной... Знаешь, на что я кайфанул? Ты, типа, просто одним движением вставил, а? Тут делают ничего, а это, наверное, снимает, да? Не завидуй. Так, все, убирайся. Начинаю упорку. Что за магия была только что? Он еще и голосовым умеет управляться. Кстати, в Roborock S7 используется самый быстрый, точный и надежный тип навигации. Это лидар. Кстати, есть также множество дополнительных датчиков для того, чтобы предотвратить падение пылесоса, там, например, с лестницей, ударов о стены или преграды. Слушай, влажный пол, офигеет. Самое топовое, это, конечно же, влажная уборка нового уровня. Roborock S7 делает влажную уборку более качественной, благодаря тому, что у него есть технологии VibroRise. Это моющий полы модуль с тряпкой, который стал подвижным, и теперь пылесос не просто моет полы, но и удаляет евшуюся грязь с помощью звуковых вибраций. Он даже топит новое половину смел. Типа, оно очень редкое. Ну, короче, посмотрим через какое-то время, как это все будет. Но, типа, с одного раза он нормально промыл. Ну, бегай, че. А еще он распознает тип подкрытия и поднимает тряпку на 5 мм над полом, когда заезжает, например, на ковер или другую поверхность, для которой отмечена только сухая уборка. А сейчас, смотри, пройдет пятно. Третий раз проходит уже. Оп. Реально прошло. И нет пятно. Офигеть. Как ты это комментируешь? Я хочу сказать, что это очень удобно. Он и пылесосики промывает полы. Я думаю, раньше такие бывают только эти большие пылесосики. Можете верить, можете нет, но это буквально вот так. Мы сами просто в шоке. Что ж, пока робот-пылесос одарит, копается, я пойду уберу свою ванну. Ладно, здесь менее жутко, чем могло бы быть. Это не отсюда. Тут, кстати, останки от моих ногтей со странами. Я хороню их на ватном диске, потому что не знаю, что бы еще с ними поделать. Ну что, ребят, сейчас моя комната выглядит так. Давайте еще раз вспомним, как она выглядела до этого. Ну, в общем, мы убрались. Считаю, это моя лучшая покупка вообще евро. А муцера у нас, конечно, много. Ох, и вся блестяк. 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 Продолжение следует...